Мы не так давно... Во-первых, мастер-классы, которые мы сейчас обсуждаем. Во-вторых, мы не так давно обсудили тему Тавриды, где проходят мастер-классы удаленно. И прямо сейчас мы готовы связаться с гостем Маргариты Гончаровой. Это заместитель программного директора проекта Тавриды, который подробно расскажет о программе, что это за Таврида на удаленке и как принять участие в мастер-классах. Всем доброе утро. Сегодня проект Таврида Дети идет уже третью неделю. Мы получили более 2000 заявок из 73 регионов России. И Крым до сих пор является лидером по количеству заявок. Отрадно нам и резидентам форума Таврида, которые инициировали проведение этого проекта, что он стал полезен российским всеми. Я немножко расскажу о проекте. К мастер-классам могут подключиться онлайн дети от 4 до 14 лет. Они занимаются в разных возрастных группах по таким направлениям, как актерское мастерство, музыка, изобразительное искусство, литература, рукоделие и народное творчество. Что отрадно нам, что участники проекта, которые проводят мастер-класс, очень ответственно к этому относятся, готовятся к эфирам. Я бы хотела их поблагодарить и поблагодарить организационную группу, которая ежедневно готовит сам процесс запуска мастер-классов. Также расскажу немного о других проектах онлайн от Тавриды. Это Тавриды на удаленке, к которой подключены эксперты и лидеры арт-индустрии. И онлайн-марафон «Песни жить», который буквально шагает по планете. Это песня Игоря Матвиенко. И ребята из разных стран записывают на своих родных языках новые куплеты к этой песне, воодушевляя людей в борьбе с пандемией. И благодаря от души волонтеров и медиков, которые работают сейчас, рискуя своей жизнью. Хотела бы сказать, что мы хотим предложить и детям, которые подключены к проекту Таврида, и детям, также поучаствовать и в этом онлайн-марафоне. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что скоро мы с вами увидимся не через экран телефона или телевизора, а на площадке арт-кластера Таврида, потому что мы очень скучаем по Крыму. Спасибо большое. Так и будет, пренепременно, обещаю вам. Я напоминаю, что на связи у нас была Маргарита Гончарова, это заместитель программного директора проекта Таврида. Отличные новости, я думаю, что не только для детей, но и для их родителей, потому что чем занять ребенка? Да отправить его на мастер-класс Таврида-арт. Да отправить его, и абсолютно верно. И мы готовы представить таких детей, которые являются участниками этого проекта. Егор Токарев и Галина Школьникова. Здравствуйте, ребята. Доброе утро. Здравствуйте. Ну как вам живется в самоизоляции? Нормально живется, привыкли уже к этому распорядку. Конечно, достаточно сложные есть моменты в плане обучения, и это, наверное, основной такой момент. В остальном, в целом, мы лояльно относимся к ситуации, которая есть. Уже привыкли. Егор, расскажите, в каких уже мастер-классах вы поучаствовали? Уже стартовал проект. Вы первые наши, так скажем, птички, которые расскажут, что же интересного? Актерское мастерство, да? Один из мастер-классов, это актерское мастерство. Егор, что интересного было? Интересно, что были новые дети из городов России. То, что новый учитель был. То, что смешные скороговорки новые. Ну, и то, что что-то новенькое. А что еще, кроме скороговорок, делали? Что еще делали, кроме скороговорок? Отрабатывали технику дыхания, да? Потому что еще здорово удалось посмотреть. Обычно родители никогда не видят то, что делают дети за кадром. Да, то, что дети делают на занятиях, на своих стандартных кружках. Здесь этот мастер-класс дает возможность немножко понаблюдать за тем, как ведут себя дети, очень здорово. Да, что было еще? Отработка дыхания, какие-то выучили тексты. Ну, в общем, достаточно такое разнообразное занятие. Галина, то есть теперь вы после этого мастер-класса сама бы смогли провести такой вот мастер-класс для своего сына? Ну, я не могу, конечно, сказать, что я сама бы могла его проводить. Но, во всяком случае, какие-то элементы, какие-то техники из того, ну, что важно, да, особенно в актерской профессии. Ну, здесь какие-то навыки тоже и для родителей в том числе полезные. Я могу сказать, что я тоже участвовала, мне тоже было интересно понаблюдать и повторять это. А в каких еще мастер-классах хотите попробовать и принять участие? Рисование? Возможно, рисование и танцевальный мастер-класс. А о музыке еще не думали? Видимо, нет. Ну, кстати, обратите внимание, мне кажется, музыка – это самая прекрасная из видов искусств. И обратить на него внимание, заниматься музыкой, наверное, самое главное. Ну, по крайней мере, моя точка зрения такая. Ну, спасибо большое, что вы присоединились к этому эфиру, рассказали, в чем вы поучаствовали. И наверняка многие тоже к вам присоединятся. Я напоминаю, что на связи был Егор Токарев и Галина Школьникова. Это участники мастер-классов «Таври да дети». Это участники мастер-классов «Таври да дети»